Вячеслав Владимирович, что успели сделать? Расскажите о достижениях. С предыдущими годами, что не позволило вам заложить целый ряд программ. И при этом по итогам года даже эти небольшие средства мы получили тоже не в полном объеме. В доходной части, в том числе почти 4% от планируемых налоговых поступлений мы не получили. Казалось бы, год максимум выживания. Но тем не менее у нас есть достаточно много эффективных результатов нашей деятельности в совершенно разных сферах. Начиная с рождаемости и детских садов, и заканчивая спортивными и культурными мероприятиями и помощью молодым семьям. Вот и рождаемость какова у нас была? Рождаемость у нас традиционно, опять показала Десногорск, в числе городов, в которых положительная демография по рождаемости и смертности. У нас на 17 человек родилось больше, чем умерло. К сожалению, у нас есть еще демография миграционная, и вот она нам дала в целом погоду, конечно, отрицательную цифру. Граждан, которые уехали из Десногорска, оказалось аж на 241 человек больше, чем граждан, которые прибыли. Поэтому общая цифра вроде у нас в минусе, но тем не менее по рождаемости у нас статистика стабильная, у нас положительная рождаемость. Свидетельствует ли это о том, что здесь созданы настолько удобные условия, чтобы рожать, растить детей? Да, я думаю, конечно, город удобен и в плане инфраструктуры, и в плане благоустройства, в плане организации площадок для детей, в плане безопасности, опять же, немаловажно. И в плане устройства детей, начиная от самого младшего возраста и хорошим уровнем образования. Это все у нас есть, поэтому, конечно, все это способствует повышению рождаемости, способствует именно молодой жизни города. А уезжают, может быть, потому что нет работы? У нас несколько направлений, по которым мы теряем население. Это в том числе выпускники наши, потому что отсутствуют у нас высшие учебные заведения, и сегодня, когда их количество в стране, филиальная сеть, тоже была существенно сокращена, пока не просматриваются перспективы открытия здесь филиала вуза. Поэтому, конечно, выпускники после школы уезжают. А у нас, в принципе, под 80% учеников идут в 11 класс и заканчивают и идут в вузы. То есть небольшой процент, который уходит после 9 класса. Поэтому это существенная доля населения, которое уезжает и в гораздо меньшем количестве приезжает. С другой стороны, несмотря на положительную рождаемость и постоянный рост молодого населения, детсадовского, школьного, в прошлом году нам удалось полностью решить проблему с очередями в детский сад. Два года назад мы закрыли проблему с очередью для детей старше 3 лет, от 3 до 7. И в прошлом году мы полностью исключили очередь. Теперь из полутора лет, в принципе, у нас есть места в детских садах. Очередь ликвидированная, очередь текущая только в режиме ожидания. Поэтому всех желающих принимаем. Это очень удобно. Это тоже достижение. На самом деле, область в прошлом году, к концу года, вышла на ликвидацию очереди свыше 3 лет. А мы как раз одно из немногих муниципальных образований, в котором нет очереди детских садов вообще. В том числе с младшего возраста. А давайте, если вы владеете цифрами по службе занятости, насколько у нас народ обеспечен работой? Есть такие цифры? Цифры, конечно, есть по службе занятости. Можно было сказать про отрицательную динамику, допустим, по проценту безработицы, если говорить в динамике. А если говорить в цифрах, но было у нас на начало года полпроцента безработицы, закончили мы год 0,8%. Да, динамика некрасивая, но это меньше процента у нас безработицы. Поэтому очень хорошо у нас работает служба занятости, в части обратившихся, в части трудоустроенных, направленных. Но, видимо, хватает достатка или не устраивают предложенные должности в службе занятости. Поэтому далеко не все, конечно, принимают предложения, которые им предоставляет служба занятости. Но, тем не менее, я считаю, цифра очень неплохая, с учетом того, что средняя по области свыше 5%. В Несногорске работает много предпринимателей. Вот они же тоже как-то трудоустраивают народ. Кстати, по предпринимателям у нас есть тоже очень неплохие результаты. В связи с изменениями в законодательстве или налоговыми изменениями, у нас до прошлого года постоянно и постепенно уменьшалось количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных. То есть они приезжали, регистрировались, открывали свое дело, а потом уезжали? Ну, где-то, видимо, были спящие такие, которые дело открыли, но дело не ведут, зарегистрировались. Прошлый год у нас охарактеризовался как расположительной динамикой среди количества индивидуальных предпринимателей, и год мы закончили с приростом аж на 31 новый бизнес открытый. Теперь у нас на начало этого года 736 зарегистрировано субъектов малого и среднего предпринимательства. А это значит дополнительные рабочие места для Десногорск? Безусловно, в малом предпринимательстве, да, как раз и идет трудоустраивание, в том числе по профессиям, которые, допустим, не открыты в службе занятости. В службе занятости у нас на самом деле самый большой спектр профессий представлен, которые требуются медицинского направления. Десногорцев еще, я знаю, часто интересует такой вопрос, как состояние дорог. Прокомментируйте, пожалуйста. Есть такой вопрос, есть такая проблема. Более того, я считаю ее одной из важнейших, в конце концов, это лицо города, это главная инфраструктура городская. Здесь мне хотелось бы несколько моментов отразить. Во-первых, те стартовые условия, с которыми мы начинали год, загнали нас в очень тесные рамки, в результате чего целый спектр программ муниципальных были остановлены и сокращены в ноль. В том числе, к сожалению, это коснулось и программы дорожной деятельности. Она тоже, в принципе, до начала года была равна нулю. Но из положительных заделов, во-первых, у нас есть существенный задел, которым мы предыдущие четыре года занимались, когда мы перешли от стратегии ямочного ремонта и постоянного ремонта к стратегии капитального ремонта. И основную часть всех городских магистралей мы, конечно, успели откапиталить с учетом предыдущих более сытых годов. Но оставшиеся дороги, конечно, никуда не денешься. Это обычная история, разрушение продолжалось. И в прошлом году вот эти условия финансовые не оставляли других вариантов, как только заниматься постоянным и непрерывным поиском источников финансирования разнообразных. В прошлом году нам удалось заручиться поддержкой губернатора Алексея Владимировича Островского и получить деньги в ремонтную компанию в летнюю. Мы отремонтировали дорогу на въезд в город, которая, вы помните, была в отвратительном состоянии. Процедуры закупочные позволили нам на конкурсной основе получить экономию. И на сэкономленные деньги мы отремонтировали еще одну дорогу. Мы отремонтировали полотно уже картами, которые идут у нас на садоводческие товарищества. Кроме того, оказала помощь Смоленская атомная станция. В первом микрорайоне к нашему городскому музею проезд заасфальтировала, вместе с устройством парковочной площадки, Смоленская атомная станция в качестве шефской помощи и Смоленская атомный совет руководителей. Поэтому, несмотря на, казалось бы, никакие стартовые условия, мы все-таки дорожной деятельностью, конечно, активно занимались и занимались в серьезных объемах. — Забегая вперед, хочется узнать, а в этом году продолжите эту деятельность? Если позволят, конечно, финансовые условия. — В этом году ситуация ровно такая же, как и в прошлом, что касается стартовых условий. То есть бюджетные показатели не изменились. Даже более того, пока, сейчас по итогу первого квартала подводили, мы пока не добираем даже по доходам, по налогам, даже цифры прошлого года. Поэтому, к сожалению, дорожная программа в этом году у нас опять равна нулю. Но мы продолжаем взаимодействовать с областным дорожным фондом, с областной властью. И, конечно, не теряем надежду, что сейчас вот вы слышали новости, значит, будут выделены из федерации дополнительные существенные финансовые средства в Смоленской области, в том числе как раз на дорожную деятельность. Поэтому я надеюсь, что наше обращение и эффективная работа с регионом обязательно тоже увеличается в результативной деятельности уже на наших городских дорогах. — Спасибо большое. У нас есть звонок от телезрителей. Мы слушаем вас. Алло, говорите, пожалуйста. Да-да. — Алло. — Да. — Вячеслав Владимирович, это Рухман Григорий Семенович. Ну, вы правильно сказали, по автодороге Н9А в прошлом году были приняты определенные меры и частично ямы, которые там были, залатали. В этом году, значит, ситуация по этой дороге, ну, я бы не сказал, что стало лучше. Значит, те ямы, которые не были залатаны в прошлом году, к ним добавились новые ямы. Ситуация аварийно опасная. Когда, значит, ну, я думаю, что меня поддержат все жители города, имеющие дачи за плотиной. Когда мы едем от профилактории по направлению к плотине, практически весь участок дороги приходится выезжать с выездом на встречку. Это, наверное, не есть хорошо. Значит, я такое письмо вам написал 18 апреля, вы, наверное, его получили. Ответ, я думаю, дождусь до 18 мая. Хотя, конечно, месяц ждать в такой ситуации, это слишком долго. Я бы хотел получить ответ. И, наверное, не только я, а и, наверное, большая часть жителей города, которые имеют дачи за плотиной. И когда будет сделано в прошлом году, тот ремонт, который вы сделали, он был сделан только к концу сезона. Хотелось бы, чтобы в этом году ремонт не затягивался так долго. Спасибо. Спасибо. Ну, я только что сказал о ситуации с нашим дорожным ремонтным строительством, строительством дорог и с ремонтными работами на дорогах, ситуации, с которой мы стартовали в этот год. И работы в прошлом году, которые выполнялись, и выполнялись действительно под конец лета уже, в августе у нас только аукцион был разыгран, были связаны, вот эти сроки были связаны как раз со сроками выделения средств из регионального бюджета. В местном бюджете в этом году на ремонт дорожного полотна нет ни копейки. Поэтому наша работа с регионом продолжается, но определить дату и объемы выделяемых средств из области сегодня не в силах муниципального образования, это все-таки решение региона. Поэтому, конечно, мы планируем и непрерывно обращаемся в область для того, чтобы это было сделано как можно раньше. Но все будет зависеть от момента и сроков выделения средств. Спасибо большое. Вам пишут письма, к вам приходят на прием, записываются заранее. Я сейчас попрошу наших режиссеров подготовить видеоролик, который был смонтирован специально к вашему приходу для прямого эфира. А вы, пожалуйста, прокомментируйте, сколько у вас было посещений от граждан? Обращения у нас происходят по-разному. У нас есть письменные обращения, у нас есть личные обращения, у нас есть обращения по электронной почте. И в прошлом году количество таких обращений выросло. Выросло и составило свыше 1500-1653. При этом на личный прием только ко мне, только к главе администрации пришло 63 человека. В прошлом году. Ну, кроме меняющего приема ведут сами заместители главы администрации, поэтому общее количество, конечно, существенно больше. Ну, а сейчас выслушал очень внимательно, проявил заинтересованность в нашем вопросе. Но обещал, что работа будет проводиться, и мы надеемся. Никакого скетицизма абсолютно. Я верю, что он выполнит свои обещания и думаю, что сделает. Но надеемся, что ты изменится. Пришли с обращением от родителей. Потому что у меня ходит маленький ребенок, как бы критичный у нас. Все у нас критично. Надеемся на какую-то помощь. Все обещают нам все выполнить. Потому что деньги выделены и будут освоены. И ранды нам заменят дверь. Ну, вы поняли, о чем речь идет, наверное, да, Виктор Иванович? Да, конечно. Я помню. Прокомментируйте, пожалуйста. Я помню, как проходил этот прием. Речь идет о вопросе ремонта детских садов. Это тоже одна из наших таких чувствительных тем, которые необходимо решать. И действительно, в этом году мы дополнительно изыскали на ремонты в наших детских садах 4 миллиона. И общаясь с гражданами, которые обращаются на прием. В данном конкретном случае это речь шла о детском садике Аленка. Там действительно будут выполнены ремонтные работы. Как по кровле садика, там есть такой очень нехороший дефектный участок, заливают. Так и по замене веранд, где у нас прогуливаются наши малыши. К сожалению, там веранды находятся в таком серьезном аварийном состоянии. И вот мы их обязательно заменим. Значит, аукционы по ним уже объявлены. Поэтому, в любом случае, это работы конкурсные. Это работа с местным бюджетом. Поэтому по результатам конкурса определится подрядчик. И, конечно, ни дня простоя не будет. Мы обязательно эти работы выполним. Кроме того, эти работы у нас будут не только в одном детском саду. Мы в пяти детских садах проведем серьезные работы. Это будут работы и по кровле, и по замене линолем, и по замене оконных блоков. Разный спектр. У каждого садика свои болячки. Где-то пищеблок уже давно требует ремонта. Поэтому средства выделены на все вот эти пять детских садов. И после завершения конкурсных процедур приступим к выполнению работы. Не зря у вас люди верят. Давайте подождем конца этого года, и тогда все станет ясно. Согласны? Я думаю, что мы к началу учебного года завершим все свои запланированные действия. Вячеслав Владимирович, совсем недавно пришла информация о том, что вы получаете в муниципалитет землю на въезде в город. Расскажите поподробнее. Я думаю, что десногорцам это будет интересно. Есть. Есть тоже такой успех. Долго, очень долго, 10 лет, с 2006 года, шли переговоры между администрацией города и Министерством обороны. Относительно земель, которые находили в собственности Министерство обороны. Это на въезде в город, там, где у нас седьмой микрорайон, два многоэтажных дома стоят. Рядом с ними были существенные площади земель, построенные у них объектами. Столовая, штаб. Это все объекты Министерства обороны, которые в свое время были освобождены, но до сих пор не были переданы. И, заручившись в прошлом году уже поддержкой Сергея Ивановича Неверова, он взялся взаимодействовать уже из Москвы с Министерством обороны, что дало существенный толчок. И 12 апреля, в День космонавтики, уже в этом году, был подписан приказ Министерства обороны о передаче этих земель 36 гектаров в собственность муниципального образования в городе Десногорск. Что планируете? Значит, ну, это, во-первых, большой сегмент по площади, соответственно, мы планируем там подготовить полностью проект планировки и полноценный микрорайон сделать. Как с сегментом частного сектора малоэтажного строительства, так и с сегментом многоэтажного строительства, в том числе эконом-класса. Сейчас немножечко прервемся, чтобы ответить на вопрос наших зрителей. Говорите, пожалуйста, ТОЛО. Вячеслав Владимирович, ну, опять Рухман. Значит, первые вопросы уже по городским дорогам. Вот совершенно безобразное состояние внутри квартального проезда во втором микрорайоне, дома 5, 6, 7, 8. Машины там, ну, если сказать, едут, ползут, то это ничего не сказать. Рыбины до 10 сантиметров и глубже, все изрыто. В городе другого такого участка нет. Участок, ну, буквально где-то квадратов 20-30, не больше. Может, наверное, для этого можно искать какие-то именно обойтные средства. Я думаю, что у администрации такие средства должны быть. Спасибо. Спасибо. Мы повторяемся вокруг одного и того же вопроса. Ходим. Значит, в прошлом году вами тоже, когда были обращения по дороге на садоводческие товарищества, по дороге Н9А, значит, я вижу это, в прошлом году это тоже было, вы несколько занижаете проблемы, значит, в прошлом году, когда мы с вами обсуждали ремонт дороги на садоводческие товарищества, там тоже звучали разные предположения о том, что и 20 тысяч хватит для того, чтобы отремонтировать те аварийные участки. Спешу вас заверить, что суммы, которые ушли на ремонт той дороги, были существенно больше. И больше они были не потому, что кто-то захотел существенно больше их потратить, а потому что технология восстановления требует проведения определенного набора работ, перечня работ, и, соответственно, все это стоит других денег. Поэтому, конечно, я знаю все дефектные участки в нашем городе, в том числе тот, о котором вы говорите, и он требует тоже не копеечных вложений, а и вложений на дорожную деятельность, пока в местном бюджете изыскать не представляется возможным. Сегодня, зная о своих бедах, крича на каждом углу и в каждом учреждении, в котором мы постоянно общаемся в области, мы знаем прекрасно о своих проблемах, и мы не молчим, и мы от них не уходим. Но все это стоит очень серьезных денег, которых сегодня в бюджете муниципального образования, к сожалению, нет. Спасибо. Возвращаемся к новому микрорайону, который у нас появится. Вот. Значит, новый микрорайон, кроме того, что это позволит осуществлять строительство в том числе эконом-класса, это позволит нам продолжить достаточно неплохую практику, которую мы уже ведем в городе, по выделению земель многодетным семьям. Десногорск – один из немногих муниципалитетов, который занимается этим на постоянной основе, но, к сожалению, в отличие от большинства муниципалитетов, районов, у которых хватает поселковых земель, районных земель для выделения границы городского округа у нас ставят такие достаточно тесные и сложные условия, поэтому изыскать земли, которые можно было бы предоставлять для малоэтажного строительства многодетным в Лисогорске достаточно проблематично. Появление вот этих вот земель позволит нам создать еще один целый микрорайон для многодетных и позволит нам обеспечить не только ту очередь, которой сегодня стоят, 46 человек на получение земельных участков, ну и сделать за дел на несколько будущих лет. Замечательно. Ну, можно много говорить о достижениях, потому что мы, конечно, с вами не коснулись еще образования, культуры, новый музей поискового движения, много-много всего. Я хочу у вас спросить, вы верите в то, что вам женщина может посвятить стихи, прочитать их на камеру? Вообще интересно узнать, что о вас говорят в городе? Это для меня, ну да, наверное, это будет сюрпризом. Ну, давайте попробуем сейчас. Наши режиссеры подготовят ролик, который мы сняли, и мы сейчас все услышим. Ну, минуточку. Работа ведется, можно сказать, и неплохо ведется в связи с тем, что убирается все, всегда чистый город наш. Можно сказать, сразу резонанс. Если приезжают знакомые, приезжают, сразу говорят, что убирается город, да, вопросов нет. Все прекрасно, потому что, как сказать, подсаживается, везде зелени хватается. Ну, есть, конечно, свои недостатки во дворах кое-где. Выбит асфальт надо бы, конечно, и подлатать. Ну, как молодой, как сказать, глава администрации, он старается. Что-то все равно делается постоянно и кропотливо, медленно, ну, время такое, что сложное. И поэтому, мне кажется, что перспективный товарищ, и можно ему, так сказать, что на путь сведать вперед. Действия любого руководителя, любого ранга, да, быдлого, муниципального образования или там какой-то другой руководитель. В нашей сфере это дает население, в первую очередь. То есть, как население относится к власти с доверием, с недоверием. Вот, от этого будет зависеть и дальнейший результат, и настроение на работу. В данном случае муниципалитета, так как у них бюджетное финансирование, они напрямую зависят от области. Вот, как глава выстроит свои взаимоотношения с губернатором области, от этого будет зависеть очень много, в том числе и благосостояние, процветание, как и жителей, так и нашего города. Сейчас в стране у нас в России вообще кризис, тяжелое время, но наш город как-то стоит, выносит все это. И меньше ощущается этого кризиса, чем в других городах. Я считаю, что Вячеслав Владимирович, он очень молодой человек, и у него энергия, сила, здоровье. И я думаю, конечно, как у всех есть недостатки в работе, но ведь работать, исправить, он ведь везде присутствует, он так добр. И вот мне, вы знаете, хочется сказать словами стиху, можно? Твори добро, нет больше радости, и с жизнью жертвовать спеши, не ради славы или сладости, а повелению души. Когда кипишь душой униженной, ты от обиды и стыда не позволяй душе обиженной сиюминутного суда. Постой, поверь, пойми, действительно все встанет на свои места. Ты сильный, сильный и не мстительный, оружие сильных доброта. Я считаю, что все у нас будет хорошо. Спасибо большое. Мы потом прокомментируем это видео, а пока выслушаем звонок от наших телезрителей. Алло? Алло? Говорите, пожалуйста. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович Титов Артем Юрьевич. У меня вот такой вопрос. На территории города у нас установилась хорошая погода. В связи с этим участили случаи пала травы. Какие меры предпринимаются по предупреждению пожаров? Я буду спать. Спасибо. Спасибо. Ну, расслышали вопрос. Да, да, да. Очень актуальные вопросы правильные. Актуальная тема, острая и вообще-то в границах нашей Смоленской области даже болезненная, потому что уже есть случаи по территории области и трагические, которые съявились последствием как раз вот этого легкомысленного отношения с огнем и с хорошей погодой. Значит, в Десногорске сегодня, уже месяц, с 4 апреля действует особый пожароопасный режим, сопротивопожарный режим, который накладывает целый ряд ограничений, как на мероприятия, там, связанные с палом травы, так и вообще, в принципе, с посещением лесов, с разведением открытого огня, с сжиганием, не дай бог, там, отходов и так далее, и так далее. Особенно вблизи построек. Это вообще категорически запрещено. Конечно. Значит, и сегодня у нас налажено тесное межведомственное взаимодействие как с пожарным надзором, так и с органами внутренних дел, так и активное наше Десногорское лесничество. У нас осуществляются и патрули по лесному массиву, по нашим городским лесам, вот, и, соответственно, контроль за палом травы. Что еще хотелось бы сказать? Значит, особый противопожарный режим накладывает не только ограничения. Этот термин автоматически увеличивает размеры штрафов, которые действуют у нас по законодательству. И сегодня эти мероприятия, в принципе, достаточно существенно могут ударить по кошельку, вот это безответственное отношение, на гражданских лиц, лицо, от 2 до 4 тысяч за разведение огня, на нарушение этого противопожарного режима для организации там цифры исчисляются десятками тысяч, конечно. Поэтому все это, этот постоянный контроль, постоянное взаимодействие, ограничительные мероприятия нам позволяют сегодня, и здесь, конечно, можно и сплюнуть, но, я уверен, наших силах позволяют нам сегодня держать ситуацию с пожарами под контролем и не допускать никаких... Надеемся, что так будет и дальше. Наше время катастрофически заканчивается. Я все же хотел бы выразить слова признания и благодарности за стихи. Это, честно скажу, первые стихи, которые я услышал вообще в свой адрес. Безумно чувственно, безумно приятно и обнадеживает и заряжает на последующую работу, на благо моего родного города. Спасибо вам большое, что вы нашли возможность в своем плотном графике и пришли к нам сегодня. А вот звонки десногорцев говорят о том, что нужно приходить чаще, чему мы тоже будем очень рады. Я думаю, в этом нет никакой проблемы в общении. Проблему с временем мы как-нибудь решим. Обязательно с вами еще раз встретимся. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович. Уважаемые десногорцы, наше время в эфире закончилось. Спасибо, что вы были с нами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин